Три подписчикам и гостям я Джетли, и сегодня я хочу подвести итоги моего лечения. То есть, чего мы с врачом добились на сегодняшний день. Сейчас мне выписали две таблетки, которые надо принимать обязательно и утром, и вечером. Это Сираквель Пролонг, такие таблеточки, и Безак. Но Сираквель также можно заменить Квитиопином по три таблетки на ночь. Я думала, что они никак у меня не отличаются, то есть, ну, по поведению. То есть, я выпиваю Сираквель Пролонг, который на 300 грамм, таблетку одну, и Безак утром. И мне вроде нормально. Но стоит выпить Квитиопин, и у меня, как-то сказать-то, ну, в общем, я засыпаю от этого. Вот, и выписали антидепрессанты, которые я принимала до этого. То есть, называется, ну, кажется, синие таблеточки, такие я вам показывала. Вот, и ещё, в общем, вытянутые небольшие голубые таблеточки, которые действуют чуть ли не ежесекундно. То есть, их я принимаю, если у меня опять начинается боязнь людей, ну, это социофобия, социопати. И боязнь в лице. И вообще, когда накрывает что-то прям невообразимое, оно успокаивает по раз. И получается, у меня четыре таблетки, ну, плавающие, так, четыре, три, две. То есть, ну, четыре препарата. Я уже гораздо лучше чувствую себя, ну, не в пример, в первый раз, когда я пришла к врачу. Мне врач сказала, что мне оставалось совсем чуть-чуть до невроза, и тогда бы лечить меня стало гораздо сложнее. Стало бы. Ну, я вроде как вовремя пошла, я это уже вам рассказывала. Я снова, как бы, пытаюсь рисовать. Когда никто не заставляет рисовать вот то, что мне хочешь, начинает нравиться. И мне кажется, что некоторые люди, которые хотят пойти в художку, могут вполне в неё не ходить и научиться рисовать по туторам дома. В основном это обучение стоит весьма недёшево, особенно если ты в институт идёшь. А также вы, наверное, помните, что вы хотели, чтобы я сняла Draw My Life, но у меня нету, к сожалению, маркерной доски для этого, потому что, ну, она гораздо удобнее, чем рисовать в альбоме, допустим. Там можно рисовать и по, скажем так, по линии повествования корректировать какие-то вещи. И это будет смотреться, получается, как мультик. Если я нарисую, это гораздо дольше будет. Или можно сделать так. Я буду в чайных историях, или, как вы захотите, там, либо в логах, либо в чайных историях рассказать всё, что я помню в своей жизни. Помню я с рождения. Это немножко пугает, в особенности меня, просто, ну, не знаю, я помню всё. Вот. Но это придётся делить на несколько частей, как бы даже не на 10 частей, потому что есть ключевые моменты, о которых я хочу рассказать. И эти ключевые моменты, ну, в 20 и даже 40 минут они не влезут. Так что голосуйте в комментариях, что мне снимать следующее. То есть, либо начать рассказывать о моей жизни, либо заняться ремонтом, либо вообще провести стрим. Я прошу прощения за своё предыдущее видео. У меня в нём случилась такая, как сказать, оплошность. В общем, у меня, во-первых, компьютер перестал в Sony Vegas накладывать музыку. То есть, если я пытаюсь добавить музыку на фон, он начинает пищать. Пищать и глючить. Вот. И, может быть, я скачала такую битую, ломаную версию. Может быть, просто в компе делала. Короче, во-первых, музыка не подставляется. А во-вторых, в прошлом видео я делала цветокоррекцию, цветокоррекцию всей дорожки. А откорректировался только первый кусочек и последний. И вот, что это? Я не знаю, что это. И мне бы хотелось, ну, не знаю, чтобы всё было хорошо. И у вас, и у меня. Надеюсь, мы скоро с вами снова увидимся. Спасибо за просмотр. И пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...